Доброе утро, Хакасия! И в этот понедельник я рад, что вы встречаете это утро вместе со мной. Ну что, меня зовут Андрей Кабзарь, а в эфире программа «Утро Хакасии» и мы готовы начинать впереди очень много интересного. Поехали! На календаре сегодня 20 декабря. Вот-вот до Нового года всего-то каких-то 11 дней. Но не только этим хорош сегодняшний день. А много праздников, и я начну с самого милого, пожалуй, дня сворачивания в клубочек. И вот он, настоящий мастер в этом деле. Замурвычи сладко-сладко, ты погладь его рукой. Он свернется, как клубочек, от часов через другой. Ты гадык по всей квартире, как больной. Мастер-класс показан. Ну, а если вдруг вот вам сейчас прямо сворачиваться в клубочек не с руки, то, пожалуйста, можете отметить следующий праздник – День вкусного пирога. Ну да, бывает и такой. А самое главное во время готовки такого пирога, чтобы дома не было существа, который готов устроить целый погром. Буквально погром ради одного маленького кусочка. Что-то тут за крушение опять произошло. Ну-ка, дай сюда пирог. Вот такое вот бывает, когда очень сильно, ну прям очень хочется пирога. Еще, кстати, сегодня отмечается во всем мире День солидарности людей. Такие вот праздники. Вы можете сказать, не серьезные, но праздники. Предлагаю ехать дальше. У нас рубрика «5 фактов» на очереди. И сегодня мы поговорим про березу. Одно из самых твердых в мире деревьев – это береза шмидта, которая есть в России. Считается, что этот вид невозможно срубить с помощью топора. В целом существует около ста видов берез, а самыми распространенными считаются повислая и пушистая. В высоту эти деревья вытягиваются до 40 метров, а диаметр ствола в среднем 70 сантиметров. А вот живут они до 100 лет. Если вы пошли по грибы, то помните, некоторые из них следует искать исключительно под березой. Это черный грусть, розовые волнушки, некоторые виды сыроежек, березовый белый гриб и, конечно, подберезаик. Древесина этого дерева всегда являлась важнейшим ресурсом, ведь она неприхотлива в обработке и податлива различным инструментам. Из нее изготавливают мебель, паркет, фанеру, используют для резьбы по дереву и применяют в создании многих других вещей. А из бересты издревле делали лапти, короба и корзины, а еще использовали в письменности, изготавливая берестяные грамоты. Именно из березы получается такое многофункциональное и полезное средство, как деготь. Чтобы его получить, бересту помещают в закрытый аппарат, куда не поступает воздух, и нагревают до 300 градусов. От высокой температуры и выделяется деготь. Он защищает от насекомых, выполняет функцию клея или смазки, отпугивает вредителей от огорода, защищает кожаные изделия от непогоды и избавит от многих кожаных заболеваний. Славится своими целебными свойствами и березовый сок, который собирают весной. Его употребление улучшит обмен веществ, развеет депрессию, носитит организм витаминами, поможет справиться с заболеваниями дыхательных путей. А его наружное применение поможет избавиться от угрей и прыщей, заметно улучшит кожу и, конечно, укрепит волосы, а также избавит от перхоти. По народному календарю сегодня обросим овгений. С него прекращались развлечения и начиналась суровая подготовка к Новому году. Женщины убирались дома, мужчины резали свиней и домашнюю птицу и готовили различные соленья и блюда из-за мяса и рыбы. А молодые девушки садились за рукоделие. Они готовили праздничные наряды, которые потом могли бы привлечь внимание женихов. А по приметам сегодня, если кошка прям тянется к воде и очень много ее пьет, то это к непогоде. А вот где непогода показалась во всей своей устрашающей красе, так это на Филиппинах. Там из-за тайфуна по имени Рая эвакуировали 32 тысячи человек. Очень много деревень оказались на пути тайфуна, который является одним из самых сильных. Во многих населенных пунктах разрушены дома и здания, а также там прошли оползни и наводнения. Кроме того, береговая охрана Филиппина запретила морские рейсы в районы повышенного риска, и центральные гавани оказались парализованы. Все службы находятся в режиме повышенной готовности. Ну, а сейчас из таких вот неспокойных Филиппин мы перемещаемся обратно в нашу любимую родную Хакасию. И давайте-ка посмотрим, а что же погода приготовила для нас. Прогноз погоды в эфире. В Черногорске у Стебака не пасмурно, днем минус 6, ночью холоднее, минус 11. Ветер юго-восточный, ожидается снег. В Сорске днем минус 8, ночью минус 12. Значительная облачность, возможен снег. Ветер юго-западного направления. В Беи и Саиногорске пасмурно, в светлый период минус 4, после полуночи градус ожидается около нуля. Западный ветер, снег. В Белом Яре ситуация схожая. Днем минус 4, ночью минус 7. Ветер юго-западный, также ожидается снег. В Аскизе днем минус 5, ночью минус 2, пасмурно. Ветер с юго-запада, возможно, осадки. В Таштепе и Абазе в светлое время суток минус 2, ночью минус 3, значительная облачность, ожидается снег. В Шира минус 6, после полуночи 9 градусов мороза, пасмурно. В Баграде и Копьево минус 9 днем, ночью до минус 10, юго-восточный ветер. В Абакане пасмурно, днем минус 5, после заката градус упадет до минус 12, ветер северо-восточный, ожидается снег, атмосферное давление в норме. Ну что, дорогие друзья, напоминаю, до Нового года у нас всего лишь 11 дней. Ну и новогоднего настроения добавить все-таки хочется. Снег, он, конечно, сделал свое дело, но хочется больше. Поэтому у нас сегодня в гостях активная мама, маркетолог, автор и организатор очень интересных мероприятий Анастасия Довыденко. Анастасия, доброе утро. Доброе утро. Ну а что, расскажите, что вы приготовили такого новогоднего для жителей Абакана? Мы приготовили новогодний патруль. Новогодний патруль будет патрулировать улицы Абакана. Это вместе с МВД, правильно я понимаю? Нет, у нас отдельная от них акция. Акция добра и новогоднего настроения. Мы наряжаем наш хюгимобиль, который будет... Так, хюгимобиль. Давайте остановимся на том, что такое хюгимобиль. Мобиль, понятно. Хюгимобиль, что такое хюгимобиль? Хюгимобиль – это слово из датского языка. Самый близкий перевод – это слово «уют». Это все такое уютное. Уют-мобиль. Уют-мобиль, да. Он будет наряжен пледами, подушками, овечьими шкурами, гирляндами. Мы будем приглашать прохожих фотографироваться в нашей новогодней локации. Но это еще не все. А вот как можно будет узнать этот хюгимобиль? Он внешне будет как обычный автомобиль? Или яркая расцветка, табличка, может, или баннер какие-то вокруг? Как его найти? Он будет стоять с открытым багажником. Собственно, в багажнике и будет вся эта локация. И мы будем туда прохожих приглашать. А и где можно будет его встретить? Можно будет в спальных районах или на междугородных трассах? Скорее всего, все-таки это будет центр города. Почти угадал. Да, но, возможно, у нас будут какие-то еще дополнительные локации заявленные, которые можно в профиле в специально созданном в Инстаграме увидеть. Будет анонсировано. То есть вы просто придумали уютомобиль, стоите в свое свободное время в центре города, приглашаете людей, дарите им новогоднее настроение? Зачем вам это? Так хочется поздравить всех с Новым годом. Знаете, говорят, что если поделиться каким-то горем, то его становится в два раза меньше. А если поделиться счастьем, то его становится в два раза больше. Вы с этим согласны? Ну, в принципе, да. Вот и мы с этим согласны. Поэтому умеем, любим, практикуем очень часто. А мы с этим согласны. Кто с вами в связке работает? Со мной в связке моя подруга, фотограф официальный нашего новогоднего патруля, это Анастасия Солохина. Еще одна моя подруга Анастасия Оставьева, она водитель нашего Хьюгимобиля. Как видите, кроме Насти мы никого не берем. Оригинальная. Да, но сейчас у нас еще и в подвязке появилась Анна Жарко. Выбивается из коллектива немного. Ну, как-то, да. Хотя бы так. Она будет водителем второго Хьюгимобиля, резервного, запасного. Так, в Хьюгимобиле уже планируют захватить Абакан. Их уже минимум два. Что дальше? Что дальше? Дальше. Помимо того, что будут красивые фотографии, еще можно будет сыграть в бесплатную беспроигрышную лотерею. И выиграть подарки. Ну, давайте для того, чтобы это все-таки осталось в рамках нашего закона, это вы просто раздаете бесплатные подарки. Да. Да. И что нужно будет? Что-то стихотворение исполнить, может, про Деда Мороза или что-нибудь еще? Нужно будет записать видеопоздравление для горожан, для гостей города, возможно, для кого-то конкретно, на наш смартфон, с которого мы выложим видео в профиль в Инстаграм. Специальный профиль будет «Новогодний патруль». И там будет все. Можно будет себя найти, а уже есть. Да, он уже создан. Можно забить в поисковике «Новогодний патруль», в поисковике Инстаграма и нас найти. Вот, будет человек получать билетик, точнее, будет сам его вытягивать, выбирать. И там будет уже номерочек. И что за подарки дарить? Есть ли там среди них автомобиль? Автомобиля, к сожалению, нет. А «Югемобиль»? Тоже. Его мы не раздаем. Но там будут такие новогодние подарочки. Это мишура, свечи, елочные ливы, гирлянды. Да, у нас очень много гирлянд, мне кажется, Абакан. Просто засветится после нашего «Югемобиля». И есть сертификаты на макияж, что очень актуально в декабре. Даже если мужчина вытянет, он сможет своей прекрасной даме подарить. Да, да, конечно. Замечательно. Есть билеты на мероприятия, есть билеты в наш замечательный большой красивый музей, на мафию, на взрослую. Есть наборы от наших партнеров, там шоколад какие-то, мини-версии уходовых средств. Поэтому у нас целый ассортимент. Я вам, знаете, даже больше скажу, давайте мы с вами попробуем, опробуем эту схему, потому что мы еще на тестовый выезд не сообразились. Так, и не нужно поздравления записать. Ну, так как мы с вами уже сейчас что-то записываем, мы будем считать, что вы уже... И я могу вытянуть билетик? Да. Какая прелесть. Ну что? Вот у нас есть такой сапожочек. Сапожочек, отлично. И там ищите билетик. Там нету у меня... Нет, нету. Ничего того, что могло бы вас напугать. Так, нашел. Давайте. А тут у нас бумажечка с цифркой 2. 2. 2. 2 – это у нас бенгальский огонь. А-а-а, бенгальский огонь. Замечательно. Так, поджигать в помещении мы его, конечно же, не будем. Не будем, да. Это соблюдение правил пожарной безопасности. И вам тоже не рекомендуем, дорогие телезрители. Но спасибо большое за бенгальский огонь. Вот скажите, у вас настроение новогоднее повышается? Сразу же улучшилось. Моментально. А если вот... А если еще что-нибудь? Мандаринку вам. Я сегодня с самого утра хотел скушать мандаринку. А вот времени вырваться за мандаринкой не было, к сожалению. Вот, ну прям, Анастасия, вы прям... Да. А еще смотрите. Это чай. Не просто так. Чай не просто так. Восточный. В новогодние праздники принято гадать. И вообще загадывать желание на Новый год. Это же классика. Ну это классика, да. Классика и очень весело. В клочке этого чая написано послание специально для вас. Да? Я сейчас не буду открывать. Нет, я открою. Как здорово, что вы это предложили. Потому что у меня самой очень интересно, что вам там попалось. Так. Забудьте о делах. Пока пьете чай. Все? Да, вот такое пожелание. Забудьте о делах. Ну, что? Ну, пока, к сожалению, не выпить чай, не забудь о делах. Я не могу. Чуть позже. А вот чуть позже с удовольствием. И мандаринку скушу. А потом еще на улицу выйду. Как зажгу, зажгу бенгальский огонь. По всем нормам противопожарной безопасности. Да, и не только себе, но и окружающему состоянию поднимете. Потому что бенгальские огни, они же такие, они же такие новогодние. Они же такие новогодние. Заметь. И вот вы просто подобрать душевно решили всех так радовать. Скажите, а быть может, вас в детстве лишали Нового года, не давали его праздновать, и вот поэтому вы так компенсируете его? Или как? Нет, нет, Новый год был стандартный, без лишений и без каких-то наоборот. Серёжка под шубой, оливье, а советские комедии? Да, и зубная щётка в подарок. Потому что сладости, и надо чистили зубы. Нет, не только зубные щётки, конечно, мы с братом получали. Нет, у нас классный был Новый год дома, без излишеств, но вот такой традиционный, семейный. Но почему-то со мной случился, как я говорю, Новый год головного мозга, и я причиняю всем настроение. А в каком момента вашей жизни вы начали замечать на Новый год головного мозга? Когда появились у вас первые симптомы, когда вы захотели дарить людям праздник? Знаете, наверное, когда в нашем информационном поле появилось очень много рождественских комедий, вот зарубежных. У них очень всё атмосферно, очень красиво, всё украшено. Да, у них Рождество же главный праздник, потому что в основном там, собственно, католики, и Рождество у них перед Новым годом, это у нас Новый год главнее, потому что он первым, собственно, идёт. И вот знаете, какая история интересная? Я хоть маркетолог по образованию, я понимаю, что всё это общество потребления, нам навязываются эти ценности для того, чтобы мы... Стоп, мне чек вот за мандаринку бенгальский, его никто не выпишет. Нет, никто не выпишет. Хорошо. Делается это всё для того, чтобы люди приходили и покупали. Покупали весь этот антураж, покупали подарки друг другу. Да, у нас же декабрь, это вот мы тратим в декабре столько же, сколько за все предыдущие 11 месяцев. Поэтому, да, я понимаю, но я обманываться рад, мне это приносит удовольствие огромное, хорошее настроение, поэтому да, 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 я всеми руками за и делюсь этим с окружающим. Ну вот на самом деле это замечательно. Скажите, вот с какого по какого число в вашей Хьюги-мобиле можно будет встретить по бокам? Можно даже временный интервал, допустим, утром, днём или вечером? Первый тестовый выезд у нас был вчера. И как прошёл? Прошёл отлично. Как прошёл, кстати, можете увидеть в нашем профиле в Инстаграм. Вот, следующий... Ну, железно у нас намечено 23 и 24 числа в обеденное время. Кажется, с 12 часов. Это будут у нас выезды с фотографами, потому что будут выезды ещё без фотографа. Когда мы будем просто лотереять, записывать видеопоздравления, а вот именно на фотосессию можно будет попасть 23 и 24 числа. И фотографии также можно будет смотреть в Инстаграме, в профиле новогоднего потуга? Фотографии мы выгрузим, да, отдельные ссылки. Ссылка в шапке профиля они будут, чтобы можно было их в хорошем качестве скачать. А забрать себе и в социальный стек на аватарке. Везде понаставить. Замечательно. Анастасия, какие у вас ещё есть планы? Новый год наступит. До следующего нового года будет ещё очень-очень много дней. Какие будут планы? Сложно планировать в нашем сумасшедшем мире и с этими всеми непонятными ограничениями, их снятием. Поэтому вот как-то идеи, они появляются в момент и быстро реализуются. А то есть вы не сторонник того, чтобы распланировать мероприятие на год? А вот стрельнула в голову идея. Всё, Анастасия, Анастасия, Аня, всё, едем выполнять, да? Да. У нас там много имён, я делаю проекты с разными командами. Всё, Анастасия, Анастасия, Анастасия. Окей, имён немного, людей, людей больше. У вас какой-то отбор очень странный по именам. Попахивает какой-то дискриминацией. А Анна всё сглаживает, да? Да. Анастасия, спасибо большое, что к нам пришли сегодня. Подарили мне и мандаринку, и чай, которое я с удовольствием выпью. Я желаю вам хорошего настроения, это самое главное, и делиться вот этими новогодними чувствами с нашими жителями республики, с нашими жителями нашей страны, да со всем миром, благодаря социальным сетям. Спасибо, что пришли к нам. Всего самого лучшего. И с добрым утром. С добрым утром. Спасибо вам и с наступающим Новым годом. Взаимно. Утро Хакаси продолжается. Впереди очень много интересного. Не переключайтесь. А теперь мы перемещаемся на Дальний Восток. И там пандуса возле входа в одну из школ города обнесли колючий проволок, чтобы дети по нему не катались. Завучи объяснила это так. Инвалидов-колясочников в школе всё равно нет, а детишки используют пандус как горку. Сначала его просто закрыли сигнальной лентой, но это не помогло. А вот колючка оказалась куда эффективнее. Ну да, доступная среда во всей красе. Нужно ехать дальше, я смотрю. А так, шрифт в Брайле под стеклом у нас уже был. Это тактильный шрифт, который на ощупь читается, если вы не знали. Нужны теперь какие-то ноу-хау, видимо, со слуховыми аппаратами, чтобы показать этим людям, как мы к ним относимся. На самом деле это грустно. И довольно, пожалуй, довольно негатива. Предлагаю привнести нотки новогодней атмосферы в эфир нашей программы, и помогут это сделать пожарные из Санкт-Петербурга. Ну молодцы же, и себе, и окружающим настроение подняли. Главное, чтобы это никак не сказывалось на работе. Но я думаю, с этим у ребят все в порядке. Наши бравые спасатели всегда на чеку. Кстати, как и индийские военные. Не знаю, как у них там с пожарами дела обстоят, но вот с кобрами там определенно есть проблемы. Санкт-Петербурга. Я не знаю, как долго он этому учился, но это просто гениально. Если честно, я бы тоже хотел управлять животными. Но мне кажется, это неизбуточная мечта. Но вот зато звезды и мне, и вам сейчас расскажут очень много интересного, что же сегодняшний день для нас с вами подготовил. Давайте смотреть гороскоп. Овны, начните свой день с улыбки собственному отображению в зеркале. Стоит уделить немного времени своим желаниям. Тельцы. Ваши целеустремленности, благоразумия, достойны уважения. Поспешите осуществить задуманное. Близнецы. Сегодня вам просто необходим свежий воздух, так что стоит внести в свой плотный график часовую прогулку. Раки. Вдохновить вас на большие свершения сегодня сможет, пожалуй, только хорошая музыка. Львы. Возникшие проблемы не смогут изменить вашего настроения. Сконцентрируйтесь на главном, постарайтесь не замечать суеты. Девы. Сегодня вероятно достижение большого успеха в организации праздников. Весы. Новые знакомства, скорее всего, принесут усталость и разочарование. Особенно это касается женщин-весов. Скорпионы. Звезды рекомендуют сегодня избегать резких решений. Не принимайте их наскоро. Стрельцы. Сегодня все вокруг будто наелись смешинок, и вы тоже заразитесь смехом. Козероги. Обращаться к руководству с финансовыми вопросами сегодня не стоит. Отложите это на потом. Водолеи. Сегодня можно положиться на близкого человека, он не обманет вас и не подведет. Рыбы. Ваши оригинальные идеи могут воплотиться в жизни, если отнестись к ним капельку серьезней. Крабовые палочки – печь довольно вкусная. Особенно в салате. Но вот что делать, если вдруг у вас совершенно случайно оказался настоящий живой крафт? Я не рекомендую его сразу же превращать в еду. Он может сделать много полезных вещей. Ну, вот, например, что-то такое. Вот это у него, конечно, талант. Я бы с ним пошел в игровые автоматы игрушки вытаскивать. Но... Или даже бизнес сделал. Вы что-то уронили в труднодоступное место и не можете достать. Мы с Крабом придем вам на помощь. Ну, замечательная идея, но порой человеческая глупость бьет все мыслимые и немыслимые рекорды. И тут даже мистер Крабик не поможет. Крабик не поможет. Действительно, и что же могло здесь пойти не так? И машину утопил, и мост сломал, и звездой в интернете стал. Ну, просто какой-то злой гений, не иначе. Хорошо, что вот таких вот знаменитостей у нас в республике нет. Но события важные и интересные происходят каждый день. И мы для вас их заботливо собираем в нашем дайджесте новостей. Давайте посмотрим, что же произошло в нашей республике. Бейский районный суд вынес приговор по уголовному делу в отношении 60-летнего мужчины, который занимал должность главного архитектора администрации района. Он признан виновным в служебном подлоге. Установлено, что в декабре 2019 года в рамках реализации национального проекта «Демография» экс-чиновник разрешил вводить в эксплуатацию недостроенный детский сад в Табате. На основании этого документа застройщику было перечислено более 30 миллионов рублей. Следователи доказали, что бюджетом федерального, республиканского и муниципального уровней был принесен ущерб. Суд назначил злоумышленнику наказание в виде одного года условно. Приговор в законную силу пока не вступил. Снижение тарифов на вывоз мусора ожидается в Хакасии с 1 января 2022 года. Этого добилось правительство региона. Проводились переговоры с региональным оператором. Касается это нескольких территорий республики. Так, в Орджоникидзевском, Ширинском и части Багратского районов стоимость услуги снизится более чем на 30%. Сейчас плата 106 рублей с человека после нового года уменьшится до 71 рубля. Для жителей Абазы и Таштыбского района снижение произойдет на 18,5%. Отметим, что сегодня Хакасии тарифы на вывоз мусора одни из самых низких в стране. Единый государственный экзамен в 2022 году выпускники напишут в период с 21 марта по 2 июля. Об этом рассказали в Министерстве образования и науки Хакасии, уточняя, что 11-классники будут сдавать предметы в обычном формате по установленному графику. Начнется все с географии, литературы и химии. Затем математика. Она возвращается в статус обязательной для всех. История, физика, общество знания, иностранные языки и биология. В финале списка – информатика. Домашние животные – это всегда мило. Но вот порой уровень этой милоты может так сильно зашкалить. Просто посмотрите вот это видео. Вот такая ситуация. Этой собаке срочно нужно дать орден. Мать – героиня. Вот столько этих у нее маленьких пушистых комочков. А больше можно быть только в нашей любимой рубрике по приколу. И, кстати, мы прямо сейчас ее и увидим. Все внимание на экран. По приколу. 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 все нормально все хорошо сейчас будем драться все день я снимаю покажи как поцелуешь кота кто так строит кто так строит не понял и и и и и и и и и Субтитры сделал DimaTorzok